Мир меняется. То, что недавно было фантастикой, сегодня часть нашей реальности. То, что 15 лет назад было писком технологий, уже устарело. Каким станет мир, в котором предстоит жить нашим детям? Роботы сегодня убирают дома, фотографируют с высоты, продают газеты и напитки. Завтра они станут водителями, продавцами, бухгалтерами. Они конкуренты за будущие рабочие места. Но есть десятки профессий, где справится лишь человек. Созидание и творчество, разработка новых машин и технологий, создание виртуальных миров. У нас есть все шансы стать лучшими. В России самый высокий процент гениев среди детей. И государство это понимает. Поэтому уже сегодня поможет развитию новых направлений, чтобы уже завтра получить лучших в мире специалистов новых профессий. А как будет выглядеть промышленность, транспорт, строительство? Дом сегодня можно построить за неделю, крышу научить вырабатывать электричество. И каждый день появляется что-то новое. А значит, придется развиваться, модернизировать и внедрять, общаться с коллегами по всему миру. И нам повезло, наша промышленность уже умеет выживать без всякой поддержки. Теперь еще и государство поможет. Даст налоговые льготы на модернизацию, пробьет дорогу на внешний рынок. Потому что государство понимает, что сильная промышленность — это его независимость и богатство. А как будет выглядеть наша жизнь в целом? Людей становится все больше. Людям надо что-то есть. Выращен первый стейк в пробирке. Правда, стоит он как автомобиль, а его покупают. А значит, завтра престижным будет фермерство. У нашей страны огромные запасы воды и плодородные территории. Можно работать на своей земле, дышать свежим воздухом, дорого продавать натуральные продукты. И государство поддержит, застрахует урожай, поможет выйти на рынок, даст дешевый кредит. Ведь от этого зависит его будущая продовольственная безопасность. Хотя, погодите, где-то мы сказали неправду. О прогрессе? О перенаселении? Вроде нет. А, мы сказали неправду о государстве. Неправда, что оно застрахует урожай, поможет с модернизацией. Неправда, что поддержит на внешнем рынке. Государство сегодня решает другие проблемы. Похоже, для него сегодняшний день наступил неожиданно и внезапно. А раз так, добавь свой голос к нашему. Расскажем ему вместе о завтрашнем дне. Московский экономический форум. Прекрасная далека. Давай. Я начинаю путь.